опять-таки вот подытоживая разные методики планирования то есть насколько многообразны есть сейчас но они всегда были подходы к планированию но как и вначале сказал что у нас было такое понятие ппр система планово-предудительного ремонта но вот сейчас поскольку таких вот много подходов более детальных условно разделяются эти стратегии на такие вот четыре блока то есть корректирующие когда отказ уже случился никакие планы никаких там ремонтов отказ уже не предотвратят это то что называется в нашей практике текущие ремонты неплановые ремонты это все сюда то соответственно либо аварийное это обслуживание либо отложено до ближайшего планового окна по ремонту вторая часть стратегии это собственно предупредительные таир как раз задача предупреждения это недопущение отказа и современных мы сейчас говорим о современных подходах к планированию ну современных там тире западных хотя большинство из них они известны и в нашей системе там отечественного планирования то есть для того чтобы более детализировать понимание вот этого самого ппр мы условно разделяем на стратегию регламентирующего периодического по какому-то счетчику по циклу не зависящие от состояния оборудования и вторая часть стратегии это по прогнозному техническому состоянию то есть когда вы пытаетесь не допуская отказа предвидеть тех состояния путем анализа данных я тут буду периодически повторять слово данные информация то есть вы путем анализа данных состояния оборудования пытаетесь планировать работу предупреждающую отказ ну опять таки в современных подходах есть такие три стратегии это по показателям надежности когда вы по анализу статистики отказов однотипного оборудования выходите на среднюю наработку на отказ и соответственно планировщик то есть человек который отвечает за планирование планирует следующую работу по средней наработке на отказ вторая часть таких стратегий это показатель диагностики когда опять таки человек который занимается планированием получает информацию от службы диагностики и перепланирует свой план каждый раз когда меняется техсостояние ну и третье вот это вот такая группа стратегии это по оценке рисков когда при этом кто-то еще оценивает риски финансовые экологические и промбезопасность случае если вы не выполняете какую-то работу по предупреждению отказа это вот такая взгляд на разные стратегии есть но во многих компаниях даже она формализована стратегии исключения таир то есть на некоторых нефтеперерабатывающих заводах известных нам даже в россии насосы полностью заменяются на новые раз три года то есть у них декларируется стратегия исключения таир как вариант именно обслуживания установки то есть никто не подходит не смазывает не меняет сальники их просто меняют раз три года ну и некая там вариант часть жизненного цикла это когда идет модификация оборудования то есть там происходит именно реконструкция целого комплекса для оборудования это стратегии модификации то есть опять таки чего это говорю что есть такое многообразие кроме ppr который позволяет зависимости от критичности оборудования подобрать стратегию этого обслуживания оборудования о каким-то там методологическим подходом и Субтитры создавал DimaTorzok